Наверно, там у стримера тоже задержка есть, поэтому, ну, я что-то подзабыл совсем про задержок, про вот этот вот, если честно, ребят. В общем, у нас серьёзная битва, демага култ, и сейчас по 9 all-kill до 5 побед получается, ну, это хорошо, это хорошо. Так, здесь надо, что это, 144. Сейчас проверю, где запись у меня, фулл еще, который только что бегал, вот она, запись. А какой это номер фулл еще был, кстати? Запомнил, ребят? Бля, я не запомнил. Тридцать четвертый, походу, это был. Сейчас даже проверю. Мда. Тридцать четвертый это был. Так, хорошо. Так. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так что по экономике я думаю он особо не отстанет. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, а у демаги, смотрите-ка. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. То есть 200-200 демага уже по 100-100 в каждый грейд вложил. Добавляет гидры, гидры, гидростроица и чего? Она выходит, под спорки попадает. То есть вроде как она защищена. Главное на фениксах просто не натерять сейчас гидралф. Ещё важно копить их стэк. Так, демага отводит. Даже боится, что култи прям под споркой на пофиг. Гидру будут убивать. Ну слушайте, я не знаю. Под споркой-то очень опасно это делать. Подъезжают грейды. Подъезжают вот эти вот... Не все дела. Задержка 90 секунд. Помните об этом. Работают все плеера. Можете поддерживать меня и мой канал. Давно не пилил рекламу, правда. Так, а что за... А, неизвестное уже будет сегодня. Короче, этот, как его... Что я хотел сказать? Кнопка поддержки в плеере куда-то с подплеером еще не исчезла. Только в чатике есть теперь. Не знаю, что там с ней сделают. В итоге не сделают. Ну, наверное, сделают, получается. Ну, наверное... Так, а сколько время? 23 на 26. Так, до 11 еще. Да, я думаю, как раз... Я не знаю, сколько. Короче, этот курик пойдет, ребят. Чего-то в финал пойдет. Вообще, будет 9. Как минимум, вместе с этой игрой еще 4, как бы. Но если это не считать, то минимум 3 будет, как бы. Это при условии, что демага сейчас возьмет себя зашатая. Такое вероятно, конечно, но... Я надеюсь, побольше будет. Просто хочется, чтобы на вес к кому уже попасть и... Ну, здесь фоллаут уже поздно будет, там играть время мало будет. Ну, ладера порой сыграем. Наверное. Если делать нечего будет. Так, собаки, все идет вперед. Здесь фоллаутит. Феникс и Мегидрух. Тилу шатает. Фоллаутит колодца подставил. Но он живет. Еле-еле, но живет колодц. Демага развернулся. Чуть назад отошелся. Фоллаутит как-то хорошо бьется. По-моему, он здесь на итичах. А как же Гвардиан решает сильно шилд? А я говорю, демага все зашатает. Тут уже все плохо у демаги против пульти в этом матче, насколько я вижу. Так, Гэнфридер. Да супер сильно-то заранее не надо. Потому что супер сильно. Там надо за неделю пишут или более. Ты там потом уже забываешь все как бы и пахнул. За день, за два. Вот писать, чтобы я просто прикидывал. Есть турики как бы какие-нибудь. Ну, если свободное время есть, то итич буду стремить. Так, смотрите на исходном. Только на исходном сейчас можно стабильно работать. И то не факт, что будет. Так, фениксы тут шатают, летают просто. Убивает култикер Олег. У демаги там пачка собак стоит. У демаги вообще ничего нет практически сейчас, насколько я вижу. Смотрите. У него все плохо. Я не знаю, самая разумная, наверное, здесь Люру какую-нибудь свищну. Ну да, что демаги пытаются сделать. Почему? Потому что гидролинги грайдов вообще по нулям. Какие еще технологии здесь свищ можно сделать? Только в эту же ветку. А Люркерден разумное продолжение гидролинга прессинга. Вот если демага сейчас отдается вот этой темой, то это сразу автогг. А демага стопуду отдастся вот этим выходом. Здесь слишком много култик. Фриколос, Триархона, Феник. Ууууу, да ну, не-не-не-не-не-не-не. Вы о чем еще? Куда демага лезет, я чуть не пойму. Это в мясо. Просто смотрите, что тут просто делают. С зергами. Еще плюс два там подъезжает апгрейд. Можно смело гг писать 1-1, ребята. Бред, погиб мое. Он пред-7. Ну что ж, сделаем следующих. Следующая пара ждем мы, короче. Продолжение следует... Так, кто дальше будет? Продолжение следует... Так, не знаю, кто дальше будет. Ждем оппонента Кулси. Браток тут есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Димага топчик СНГ. Димага всегда топчик СНГ. Но не что касается... Выигрывания в Старкрафт. Не только выигрывания в Старкрафт. Димага топчиком был и останется, в принципе. Продолжение следует... Так, наконец-то что-то начеркали вообще. Всё, решили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, что-то компот у меня попёр. Сейчас пойду, а ты уже не втерпёшь как-то. Вот, Ютуб есть, всё есть. Смотрите, везде всё есть. Сейчас я приду, ребят. Секунду, минуту точнее. Продолжение следует... 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 Так, ЦЦХЦХЦХЦХ, ребят. Братка. Продолжение следует... Продолжение следует... РС-87. РС-87. Да, смотрел сетку, это больше интересно будет. Какое сообщение? Какое сообщение? Я тебе уже ответил всё вообще. Ты о чём говоришь-то вообще? Если ты про инновейшена говоришь, то... Тогда я хз вообще, о чём ты говоришь там по какому-то матчу. Вот. Плюс, смотри, на исходном, на исходном. Я думаю, нормально должно работать. Хотя я не могу обещать, что там прям всё нормально будет работать. Задержка плюс 20 секунд неудобно как-то. Вот. Так, ну здесь пилон Гейга, снег с кибернетчика у Кул-Ти. Через двух адептов, через Старгейт, в общем, билд. Адепты вперёд идут. Какой-то браток пошёл адептов искать, что ли. Да, смотрите, Кул-Ти видит, правда. Иллюзию в ответку запускает. На ХГ от меня, естественно, не телепортирует. Сразу потеря бы была бы. Есть минка, где она вообще? Что-то не... А, вот, за газом она. Я её не вижу вообще. Я её вообще не вижу, ссылку, короче. Ой, не ссылку. Вроде сейчас скину ссылку, и от шкуры вы просите. Вот. А-а-а-а... Короче, скидываю вовсе чаты её. Я сразу же... Вот. Включил Кул-Ти дамаг. Здесь четыре марика, на мэне резко пришли. О-о-о, Кул-Ти, что ж ты делаешь-то? Какой-то провал. Хорошо, что по Фениксу прилетело. Ну, тут чудом Кул-Ти вообще-то отбился. Куда ж ты летишь-то? О-о-о. Вбил в итоге и медивак. Тут уже Либератор вперёд летит. На мэне марики настреляли. Сколько они стреляли? Три пробки. Не так уж много, учитывая, что Кул-Ти уже третий Никсу ставят. Как бы, вовсю тут. Как бы, и чаржи делаются, и бронька. И Фениксы продолжают строиться. То есть, против Либератора вроде как и защита есть. И рабочих Кул-Ти продолжают строить. Бустят именно апгрейды, правда. Камни решил пробивать. Ну, камни быстро сейчас пробьёт. Камни быстро пробьёт. Нахрена пробьёт. Ну, камни пробивать. Хотя, против выхода, в принципе, это нормально. Так. Не того маленького Кул-Ти сейчас ударил. Мог бы одного забрать. В итоге только продэмэджил. Ну, пока тут медиваки будут, на самом деле, не скоро вылечатся вообще. Такс. Так, я чуть-чуть буду в чат писать, что ли Отвечать тебе на вопросы во время трансляции, что ли Или что, я 500 раз уже ответил на вопрос твой Что не знаю, где там инновейшн Какой инновейшн вообще, про что речка Так Ну тут либератор очень жестко на самом деле Култи понапрягал И выход от братка такой идет Правда, с тимпака до всего Надо култи спускаться В принципе камни-то у него пробиты Гейтов 6 есть А вот еще гейты открывают, кстати 8, 9 уже гейтов Слушайте, а что култи ждет вообще? Я вообще не понимаю Ааа, у него соплай блок приехал еще О, приплыли Братов ждет ключевых апгрейдов И только потом, видимо, вперед пойдет он Ну такой плотный выход, 5 бараков Ну так все хреново, как бы, ну то есть Решайте там свои вопросы Как бы лаги и тд Мне и туда и сюда надо писать Еще здесь управлять-ка его Вот в чем проблема Так, здесь один зилот с помощью В конце подоспевшего второго, еле живого Вырубил аж трех мариков Архоны нужны култи Култи ждет, по-моему, архонщиков здесь в этот микс У него только один пока сливается Нужно ли братку здесь давать Осадить-то себя так жестко То есть здесь Сейчас просто минки То есть, во-первых, не факт, что... А, нет, на ревелэйшн есть еще энергия Ну здесь уже и Либератора Здесь уже много еще Так, еще один ревелэйшн Пошел, надо именно минки поднимать култи Ох, минки по своим же тирановским юнитам влепили Но братка что-то много Ооо, култи на муве развалился Гэгэ пишет Все нормально браток делает Чисто по-братовски Не знаю, у меня на исходном лично для себя не лагает Нифига, как бы У вас, я не знаю, ребят, как там лагает, не лагает Я думаю, раньше понедельника не приходится что ждать вообще Я думаю, что это не лагает Я думаю, что это phrases달 и лагает Великого этапа Я думаю, что это один ревелэйшн Потjer Так, кто-то там вступает в группу, а зачем Димага вступает в группу, я не знаю. Так, ребята, пишите, у кого там как лагает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимагаTorzok ДимагаTorzok На исходном все нормально. Ну, короче, как и раньше, собственно говоря, у кого-то просто вытягивает исходно и хнет, там и все дела. Так, секундочку, ребят, погодите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, ребята, ответил на звонок. Коу против братка выходит у нас, оказывается, у нас Бо-9 получается, да, как бы счет. Так, погодите. А, нет, вот так вот, два-один счет. Димага победил Лайтвейта, Култи Димагу, браток Култи, и вот выходит этот... И вот выходит Коу. Субтитры сделал DimaTorzok Турнир, на который Блайс собрался, точнее он уже там... Стартуют в 6 утра, но там будут эти проходные матчи еще, как бы, тайбрейки, вот. А... А сам турнир в 7.30 с утра начнутся, я вообще планирую его стримичкой, вот. Но... А-а-а-а... Еще вес будет вечером. Командный центр улучшен. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Пока плееров много, пока можете смотреть. А вот навеска, по ходу дела, плееров немного останется. Не по ходу дела, а только гудгейм и будет. Ну и посмотрите, что Коу делает, соответственно, пилон Гейда снижет в Кибернетко. У него билд в Твайлайт. В Твайлайт выходит. Батарейку поставил сразу, как интересно, у него какая-то позиция у этой батарейки. Не по центру, сбоку. У братка стиль в барак реактор, как бы, получается, был. Без рипера через мариков, да. И две лабы пошло. То есть здесь маленький струк, здесь две лабы. И, походу, это будет и стимы щиты одновременно, и выход какой-то у братка будет вперед, наверное. Я не знаю, что это такое будет. Сейчас мы сами все поймем, я так и полагаю. Брось с дороги! КСН готов! Кто на новенького? КСН готов! Тут укол. Два сталкера были, КСН-ку минус нули. Раскачивается Нексус второй. Ну и будет выход, да. Да, будет выход без медиваков со стороны братка. Мародера-марики на стиме щитах. Фугаса тоже будет плюс один, наверное, там позже чуть дойдет. Кстати, под плюс один вообще криво заказывать. То есть она не успеет под атаку, под вот эти грейды. То есть его надо заказывать стим, потом плюс один, а потом щиты только заказывать, чтобы тайминг нормальный был за тиранов. Не знаю, как браток этого может не знать. Либо он как бы не собирается делать выход, значит, без медиваков тогда просто-напросто. Прям через обсервер летит. Не видит браток опса. Крыча сейчас все спалил. Надо было его минуснуть, хотя минус этого опса, ну, то есть не помогу, потому что тут и так все понятно, что происходит. Сверху браток заходит. Здесь прям батареек начинает пустать. Еще плюс две. Вот что это за стенка такая? А как назад отступать самому? Ну, вообще непонятно мне сейчас это все. Ну, гейты успевает Коу открыть. У него будет шесть гейтов. Пока же пять, но вот сейчас шестой еще откроется в ближайшей перспективе. Блинк есть, значит, можно драться под тремя батарейками. Уж тем более вообще... Уходит Коу. Браток видит все эти батарейки и нафиг уходит назад в итоге. Гварден шилд не врублен. В итоге даже под батарейками здесь столько дэмоджа тиран росят. На хера открывать было... Смотрите, шесть гейтов есть, ничего не варпится. Почему? И они открылись, я вообще варпа не видел. То есть, КД точно не могло быть в этот момент. То есть, Коу какую-то хренди сделает. Если какой-то кон... А, он на призму еще контратаковать собрался. Походу, это минус Коу сейчас будет. И, ну, браток побеждает здесь. Ну, я не вижу, смотри, двадцать лимита разница. Что за бред-то такой? Нафига было шесть гейтов, если варп вообще сюда не делал? Чего ждал? Восемьсот минералов было. Могло сталкера быть штук на пять, шесть больше в этой битве против Био. Мог бы быть врублен гварден шилд. И нормальный быть контроль просто... Ну, то есть, на... Адлинг назад по одному сталкеру... Ну, стандартный контроль как бы, и все. Так, разворачивает Скул. Опять в Райт Коу полетел. Там уже Даркшайн, понимает, что все плохо. Да, какие Даркшайн это здесь? Ого, ё-моё, тут уже турец, тысячу лет как есть. Вообще, что тут ловить-то вообще непонятно. Так, пробивает камни, браток. Куча-то ходит-ходит здесь. Боится блинкнуться наверх. Ну, его сразу заметит, на стиме браток прибежит. Все-то, конечно, не убьет, но проблемы будут. Так, попытка с... О, вот это уже интересно, кстати. Попытка сблощить рамку идет. Вот, самое настоящее. И, на самом деле, удачная будет, по ходу, попытка. Так, как... Так, правда, на самом деле, что-то энергия-то у Сентрей. Здесь всего 2-2 Сентрига. Энергии так себе. Браток уже прилетает назад медиваками. Чё-то прирост коу там сбрил. Вот одно удачное действие уже по лимиту. Неплохо коу смотрится здесь, на самом-то деле. Будет ТП домой или что коу делать собирается? Я понятия не имею. Да, ТП домой. Ну, хоть бы отблимкнуться в бок куда-нибудь. Ну, рабочих убил 19. Абсолютный плюс здесь. Повар изменялся, спору нет. Призмы, кстати, рядом есть. Можно сейчас что? Можно варп... Ох, а вот это уже интересно. Мулы-то выкинуты. Сейчас сюда 3 дарка. Если варпанет сделать, просто сюда 2 дропнуть. Одного сюда. Одного здания рубить. Одного можно куда-нибудь сюда. Ну, это типичный от коу, там, Майангеймс какой-то пошел. Нексусы на третий. Нексусы здесь. Сентря есть. А нафига здесь Сентря-то вообще? Сейчас браток под призму дропнется просто и все. Так, Сентрю просрал, короче. На третий на ССФ у выхода идет. Надо забирать. Да залетит и на мейна уже сделает. Да что ни, черт побери. Коу. Третью забрал ССФу, братку. Коу. Надо уходить. Ну, надо аккуратнее уходить. Вот это да, призма летает. Вообще ничего не делает. Дарки оказываются просто бесполезными практически сейчас. Вот сейчас можно задропнуть просто. Четыре, да. Вот если нижнюю туретку срубить, у братка вообще жесткие проблемы будут. Просто жесткие проблемы будут. Так, отступает кудись. Пару мародеров, пару Сентрю. Все, дарки приходят. О! Атаки-то нет, а у терраса броня есть. Поэтому дарки с удара рабочих не вырубают. А это печальные дарки. Это дарки, которые могут грустить. Которые с удара просто не вырубают рабочего. Кстати, вот этот сейчас не единичка, что самое удивительное. Можно зарешать, почему. Сейчас просто... А, ТП-така дэшится. О-о-о-о. Печаль, печаль. Короче, опять же куку-то хрень надел и проиграл, походу, дело. В этой ситуации. То есть можно было сейчас просто что сделать? И нужно. Нарубиться цехи! Надо было ТП-шить туда рабочих. Рабочих не ТП-шил, ничего не сделал. Довар сталкеров последний сделал. Так, одного сталкера запилил браток, что ли? Что он с ним сделал? Я же не понимаю. Дарки продолжают рубить. Кстати, у рейнджа скана находится. Браток просто не видит этого, не реагирует никак. Он просто на скан. Так, подходит сталкер. Опять, если вырубить цехи, то есть шанс, как минимум, в ничью свести эту игру. Так, Био побежала. Что-то там браток, туда-сюда. И там контролит и здесь пытается разобрать. Цеха еле-еле улетает. Надо ходить как-то сбоку, походу, делать. Цеху пытаться словить, что ли, я не знаю. Цеха в космос улетела просто. Здесь цеха упала. Да, смотрите, одна цеха у братка остается. А это что значит? Это значит, что у него скана очень мало. Здесь как бы нужно быть аккуратнее. Гейты. Даркшайн новый, кстати, восстанавливается. Дарки пошли вбок. Цеху желательно подловить. Ее надо найти как бы и фокуснуть каким-то образом. А, вот еще одна летит. Почему я говорю? Это соплай блок бы братку не мешало бы кого-то делать. Это соплай блок делаем. Вот он, депоку можно жирную вырубить. Тут залп просто и все. Так, это Цеха упала. Пошел ловить еще одну Цеху, Коу. Кстати, Дарков надо уже сюда посылать, кстати говоря. И так. Цеха-то летит. И что Коу делает? А, он хочет. Все, ясно. Браток пытается прикрыть Цеху. Свою посадку ее, да, как бы. Чтобы сканов не было. Опа. Здесь опасность. Опасность здесь, ребята. Очень опасно. Очень много био приходит с стороны братка. Ну, и Цеху можно подловить, опять же. Браток просто Нексус покусил. Он правильно абсолютно делает, да. Сталкеры гуляют по карте. Это ошибка. Ужасная ошибка. Кстати говоря, сейчас может в элементейт браток сыграть, между прочим. В здании-то осталось всего ничего. Три штук. Четыре, да. Если всего он учитывает. Все, браток все убьет. Это ГГ будет. А, не, Нексус восстановил Коу. Смотрите-ка. Нексус восстановил. Ну, это последний, реально Нексус. Последний. Слушайте, и здесь сталкерами даже мародеров будет не убить, по-моему. То есть, это опасная очень такая ситуация для Коу. Дарки переводятся сюда. Надо с дарками бой-то принимать просто. А, будет проще гораздо. Дарки возвращаются. Цеха у братка там в воздухе висит. Он не хочет ее вывести отсюда никак. А он ее и не может вывести, на самом деле. Не, ну, братку Цецеху просто прикрыть. Вот ему все, что нужно. Посадить Цецеху. Собрать свое био. Ее посадить и все. Тем более... О, здесь, тем более, чисто Нексус. Последняя одна пробка. Все, Цецеха садится. Полетела. То есть, тут и элиминейт. Здесь, ну, здесь победа. Здесь победа. Так, Цецеха села, да. Кул, ТП-шный сейчас сюда. Браток сканет. Все, здание, если это упадет, у... Брат... У... Кул. Это все, ГГ. А он не может его отменить. А, или может. Газ пошел. Ничего себе, Кул. Кудесник им. А как он газ-то заказал? Откуда у него резы вообще на газ были? Я что-то не понял, если честно. Еще один газ ставит. Кстати, не открылись пока здания. Все, братка Цецех. Нет, слушайте, игра-то получается вообще четкая такая. У братка нет сканов, как бы, и нужно его искать, ловить. Просто... Так, ну это в ничью, как минимум, можно сводить Кул. Сейчас надо еще газы пилить по всей карте, ему стараться. Нужно найти армию братка, попытаться. Потому что, блин, Дарков минус в том, что они не мобильные. То есть тиран на медиваков может летать, разводить просто в хлам. Там все, как бы, и все. Братку надо как-то вырубить вот эти медиваки, армию его, что ли? Ну, как это сделать, и без понятия. Так, а вот это уже интересно. Так, заметил Кул, что здесь газ, походу, последний. Браток, точнее. И вот вперед, Акову сразу новую тут напиливают. Надо Сталкерами только уйти под Даркуфлю, как-то прикрыть это все, Даркифа... Зря Кул Сталкеров отдал Эдгэгенчик практически, ребят. Здесь газ, кстати, выжил. Что за бред? Зачем было отдавать-то Сталкеров? Все, теперь браток рано или поздно с медиваком... У него лечение есть. У него лечение. Сталкеры могли бы это все сбить, короче. Все-таки браток здесь победит, я думаю. Надо просто было все время уходить в Окс Сталкерами стараться. Кул, все. Попытался бы так сделать, но могло бы все получиться. Газ еще один сейчас браток вырубит. Ну, Кул есть еще на новый газ. Не, ну Дарки, дэмэдж... Ну, надо 4 марика, 3 марика постараться вырубить. Надо еще один, видимо, газ здесь запилить, пока этот регенец. На хер архон-то этот нужен? Ё-моё, Кул, зачем? Убьют же его. Так, бараки отогнать Кул хочет, похоже. Ну, кстати, учитывая призму тут, что есть, в принципе, мобильность есть. Слушайте, архон-то тут в этой ситуации раздавать будет нормально. 26 у него убийств, но это благодаря даркам. Так, один барак все-таки сбилку. Надо разложить вот на одном направлении апса. Вот отсюда ис точно не идет. Дарка подальше просто вывести и все. Скана все равно нет. Неужели ничья в итоге будет? Не знаю. Вообще, братка, я считаю, хорошая ситуация. 4 марика, 3 марика. Фукуси издание и... Потом пытайся отличиться просто. Лечение просто немерено здесь. Браток хочет разкликнуть газы. Робка где, кстати? Робка сверху стоит. Да, да, рубят по чутарику. Архон живет. Газ ставь наверху! Что ты делаешь-то? Газ-то где? Вот, Коу ставит газ сверху. Что, Архона просрал? Ё-моё, Коу Архона просрал. Вообще нельзя этого было делать. Туда браток выдвигается к последнему зданию сразу же. Здесь еще один Газкоу делает. Но это печаль, ребят. Архон, он оранжовый был, а Дарк не оранжовый. Ну все, здесь разведет браток, это я уверен абсолютно. Брутия Дарка, даже если б с блинком был бы, здесь очень тяжело было бы. Ребят, слушайте, так интересно прям получилось. Интересная игра, на самом деле. И непредсказуемая развязка его. Марика хоть рудбануть одного, чтобы он по призму не стрелял, тез. А то без призмы-то вообще ловить здесь нечего. Браток хочет, мародер сверху достал, доказал. Два достают, кстати, сверху. Сейчас эти вниз пойдут просто и все. Медиваки имеют преимущество, у них скорость вообще. Не, одним юнитом четыре не дозавести, понимаете. А у братка есть возможность развести. Ладец, братюня. Это 3-1, гг кулку. Стало ему понятно уже, что здесь ничего не сделать. Хорошая такая игра получилась. Люблю я такие размены, когда до конца нихрена не понятно. Сейчас я даже посмотрю повтор, как он обслужил. Оооо, вот как можно не сконтролить было Архона на призму? Это жесть вообще. Я вижу, он просто призму вдалеке стоял, а Архон тупил, короче. То ли Гаскову заказу, то ли вообще как. Тут как будто именно здесь надо было контролить идеально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, браток, минуточку АФК просит. Ну, этого точно турнира будет запись, потому что здесь я на Ютуб выложу, соответственно. А вот остальных я хз, короче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь, ребят. Просил маму что-нибудь пеликов мне сварить, потому что есть нечего, блин. Стримить-то еще порядочно, а тут постоянная движня происходит. Стримить-то, блин. Стримить-то, блин. Так, ну что, погнали, ребят. Браток у Ваня, Ваня вышел, ребят, наш герой. 3-1, браток, ведет, но это не последняя карта будет. В любом случае, почему? Потому что до пяти побед у нас идет, бо-9 у нас, соответственно, здесь, но и вы видите, что происходит. 17-я хата, газ-пул у Ваня, газ-же-пул, да, газ-пул, а у братка газ-первый, то есть газ-барак. В рипера в цеху фактурку или как будет? Да, рипер первый. Ну да, рипер в цеху фактурка, походу, после барака сразу как-то разведка пошла. Поздняя реально разведка. Какие-то оверы, смотри, что это за... Динозавровые оверы, как этот, как там его, трицератопс или какой-то рогатый-то такой, с хренью, с этой сзади, сверху, с плавниками какими-то. Так, снимаются рабочие все с газа у Вани. Ну, ксмкой приехал, браток хотел, просто ксмкой для чего-то, если она идет, смотрит, хата первая или пул первый, как бы, и принимается решение, стоять ли дома риперу, лететь ли вперед, ему там что-то делать, пытаться, как бы, соответственно. Собачек надо аккуратнее контролить, собачками надо, что-то у Вани там туда-сюда. Бегите на крип, вот, что без крипа не, по-моему, сзади гоняться, вот потеря собаки сразу. Без крипа вообще нафиг гоняться, собака, скажете, в эта фигня, ну, зачем фигню-то терять, как бы, приятнее ничего не терять, вначале, как бы, быть уверенным. Далее. Очень. Здорово всем, кто недавно подошел. Ребят, что-то после, после сверхнапряженного января, сейчас какой-то расслабон пошел до последнее время в феврале, но надо просто усиливать темп и увеличивать обороты, так сказать. И все-то нормально будет. Сегодня с утра будет Веск, ой, не Веск, простите, ЕМ, Пьенчонг, корейский ЕМ, будем смотреть, приходите обязательно. В 7.30 утра ночную, наверное, хотя там в 6, как бы, есть движуха еще, а именно в 6 утра именно там стыковые матчи, но на стыковые как-то я, мне кажется, не встану в 6, потому что Веск. Ну, если бы Веск я не стримил, то встал бы. Ну, будет Веск в этот... Ну, в Бронтозавр-то. Бронтозавр вообще без рвагов. Трицератопс, ема же. Ща, забуду друг друга. А, нет, трицератопс без этой. Трицератопс это хрень. Короче, что на трицератопса похожий, но у него еще сверху было, может, конечно, это у меня игрушки какие были несоответствующие действительности. Короче, другой какой-то чел. Типа вот стегозавр, да. Я щас картинку краем глаза увидел. Че-то подобное, да. И у Бронтозавра он тоже вроде бедный, но он гладкий был. Декапитающий у него вроде не было там сверху, где плывнул. Такой хрень. О, ху! Так, переводится. Дрон, Ваня, 49, 37, по рабочим. Слушайте, 1-1 грейды. Бэйлинг Нест. Братка инвизные банши. Братка тут гелики катаются. Он ждет 30 цех. Слушайте, а это армор... О, два армора, это мех. Это мех. Пошел. Ну что, посмотрим, как Пашанес в мех сыграет. А это ведь Ваня неплох в последнее время. И Ваня научился СД зажимать. Ваня научился строить рабочий. Сегодня я на Гоу Ху СК это видел. Он играл против... Кого он там играл-то? Против мана он играл. Не выиграл. 0-2 отлетел. Но там у него там 80 бронов почти было. То есть он... В какой-то момент просто перешел жестко в такой макро прям. Не помогло, конечно, ему. Ну а что делать? Потому что ты ничего не поделаешь, к сожалению. В прошлом раунде чего-ка у Ваня раскатал данного турнира? Я вообще за ним не следил за данным турниром. Только у меня сейчас сказали, что будут матчи. И я решил почему-то не постримить. Все лучше, чем в Фулл. Бегать людей побольше будет. Посмотрим. Ну и перед Весгом Скопица. Потому что в 11-й Весг мы будем смотреть. А там крутые матчи. Американский, северо-американский, южно-американский совместный. Ну вот. Опять же там изюзный только киложур, я так понимаю. Так, слушайте, что-то геликов прям дофига. А где у Вани бейлинги? Я не знаю, ребята. 87. Зато 65 дронов есть. У братка 45. Но вот эта разница по боевому-то, собственно, сейчас и решает. Дронов пытается катать. Ваня по максимуму колбаты пешочком за ним идут. За ними. А знаете, что это значит? Что в итоге-то королевы здесь по отдельности. Вот часть колбатов сверху забирают. И часть снизу сейчас с бейлингами Ваня забирает. Слушайте. Ну вот это, я бы сказал, по скиллу называется. Отбился. Что я имею в виду? Да дронов-то он потерял минимум здесь. То есть, молодец, спас, увел, покатался вокруг и как-то так. Нет, брон, тазавр травоядный. Травоядный. Я так искал вроде что травоядный. Что у меня к питающей-то? Так, вот что-то сканы идут стабильные. Светит, браток, что происходит. Я видел, что Ваня Касса, да, убил сегодня на голову по СК. А потом от мана отлетел. Он, как бы, я про это и говорю, как раз. Я бегал в фолочь, потом смотрю, как бы, Ваня в полуфинал выходит. Как бы, тормознулся. И, ну, посмотрели мы с маной. Потом финал, соответственно. Так, оверсир здесь готов. Два, вторая броня. У Вани ранжовая атака. Хайв делает со всеми шесть дронов. С темного. Пятую надо поставить, мне кажется, хату. Ему уже не помешало бы вообще. Так, сейчас посмотрю. Сулу, Найтэнда, Хеллрейзер. Ничего себе, Ваня разбушевался просто. Блин, Ваня-то прогрессирует, все и прогрессирует. Сулу, Найтэнда, Хеллрейзер. Это хороший стрик, я бы сказал. Я здоров еще раз, Илю. С тобой-то так мы и не созвонились с этим. Теперь точно надо созвониться. Нам судить. Промай, хотя чёпцы вот это, чё, непонятно, чё там будет. Вот. Лучше заранее подумать. Так, браток приходит. Слушайте, опять какой-то пуш. Опять, братка, чё-то лимита много. Опять у Вани не успевают вытесить вайпера. Вани бы вот здесь хату да... Опа, уже ставит, молодец. Только я подумал здесь поставить. И Ваня об этом думает уже. Вторая ранжовая атака пошла стендить. Гидра отгоняет. Где вайпер это вылетит? Да, энергию сразу давай сосать. Куда ты из эволюши ну-то сосёшь из этого? Сейчас же подохнет он, ёмок. Один вообще вайпер, чё-то не работает. Так, ну сейчас сотик будет. Энергия у всех хотя бы по сотику. Есть три затыкалки, закрывалки. Пора в бой. Пора в бой вайпером. Эти 14 гидролизм. Чё делается вообще? Да, скорее всего оговорился. Если бы он великопитающий, я чё-то говорил. Потому что Бронтозавр бы удивил. На муве всё идёт. Какая вообще, блин? Как Ваня ужасно сейчас дрался. Всё идёт на муве. Через оклик не послал. Всё потому что либераторы в тылу просто унижают экономику, ребят. Слушайте, браток чё-то на опыте, короче. Браток топ-1 СНГ, реально. Всё, отлично, короче. 4-1. Хочу отлично вот оно. А, ну уже пол-одиннадцатого. В принципе, там несколько игр сыграть, и веск можно будет начинать стримить. Ребят, то на Твиче на Ютубе предупреждаю сразу. Ну, потом веск уже будет. Только на гплеере вообще. Твиче на Ютубе. 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 Так, ну чё? Кто последний здесь? Ваня хорош вообще. Ну, братка бонус дэмэдж. По молодым он как бы... Браток есть браток, сам понимаешь. Твиче на Ютубе. Тут от этого никуда не деться. Дарок всем еще раз. Реклама скоро пильну. Так что помните про Adlock'е подписываться на премию. поддерживать меня и мой канал по возможности. Продолжение следует... Так, ребят, за пельменями ушел, сейчас приду, чтобы потом навес к не отвлекаться. Продолжение следует... 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 Ваник скит и роучи, но с лейером. Это перестраховочный роуч. Блин, у меня. Так-то у меня пёлик тут кинул. Дайте хоть бульёхе хлебном. Вот. Здесь кушать особо больше нечего на этой квартире. А я ушёл и не подумал-то, ну... А, дома там тоже только суп. Твёрдого суп неудобно брать. Короче, просто сегодня, ребят, я вообще рассчитывал, что в 3 ночи будет веско, а на самом деле он в 6 утра. Да фиг знает, какие там у них банки. Большая банка, там почти 700 грамм, короче. Так, элбаты трансформируют. Смотрите, танки био. Ну так, браток, напряженные темы делает, я скажу вам, для зерга. Почему-то один, только танк в CG. Что он делает, браток? Так, роучий ревенджер. Наверх-то кто-нибудь зайдёт, кто-нибудь даст vision, чтобы зафаерболить танк вообще. А, это 150 граммовый. Это ещё даже меньше, походу. Там тоже большая какая-то. Может, они, может, считают вместе с банкой весом, не знаю. Там как чё-то... Нет, там не было 950 вообще. Вообще насрать мне, кто там чё у них там стоит, где и чё там стоит. Короче. Всё равно подрались. Значит жоп... Значит жопышники, понимаешь? 100 рублей жопят. Даже странно, мне кажется, неверная инфа. Неужели они-то из-за такого... Ну хотя да, там такой массовый инстинкт срабатывает. Животный оскал. Капитализма, блин, всё похалявнее отхватить. Короче. 1-1, ребята. Здесь милишные. Золото ставится. Ване намного прям больше лимита, чем братка. Браток решил Биос сыграть. Мне кажется, это ошибка. Как-то вот у Вани против меха хуже гораздо получилось. Так, спасибо, Ром, тебе ещё раз за поддержку. Большое. Ну да, ночью-то протяну. Сейчас пельмени поймем. Весг посмотрим. Он на часа три, наверное, пойдёт. Я не знаю, сколько Весг пойдёт. Там три боу пять и одно боу семь. Слушайте, вообще четыре... Да, он может больше трёх часов пойти. Блин. Я хер высплюсь, короче, к Весгу тогда утреннему. Ой, к Ему утреннему. Это плохо очень, конечно, но... А чё делать? После Ему придётся ещё спать ложиться. Хотя там Машу, возможно, садик она будет забирать позже. Ладно. Да. Очень тяжкое будет сейчас вечер, утро. Может, конечно, навеска положить. И... Ну, может быть, там быстрые матчи будут. Не знаю, навески посмотрим. Меня что-то сомневаюсь, что там быстрые ТВТ будут и... И не только ТВТ. Так, дробщик от братюни. 125 на 171. По ляме, это вообще какая-то катастрофа. Здесь уже ультрал каверн пошёл на 8.30. Заказан он. То есть, прикиньте, хайв, когда был заказан давненько. Ну, давненько уже он был заказан. Ещё и реваджеров у Вани дофига. И 70 на золоте вообще. Да всё, у меня пельмени стоят. Чё пицца-то? Да походу GTI. Короче, этот... У меня как бы онлайн бабла нет. У меня никаких пицц. Нет, я её так и так купил бы. Маше она нравится. Ну, а чё, она вкусная, как бы, действительно. Почему просто нам аналог какой-нибудь не сделать? Свой. Так. 73, 73. Уже парабам. Слушайте, у братка 4 ССФ. Только щиты доделал. Здесь уже ультрала с бронёй. Посмотрите, а здесь щиты у тирана доделываются. Бывает чё. Ну, как-то вот Ваня просто не забегания никаких. Надо вот сейчас все современные зерги. Масс забегания. Постоянно движуха. Вот что здесь надо в этой ситуации с такой вот. Слушайте, не будет забеганий и, блин, в лоб будет тяжело. Всё, браток уже отстроил здесь всё нафиг. Ром746 поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает, жопошниками так называю своих детей. Но по-доброму. Маша Приф. Спасибо, Ром. Поменьше так это называет. А то неправильное значение слова поймут этого. Так, королеву брать у него подрезал. Улетел, короче. 2-2 доделывается. Закажет Ваня 3-3. Вот сразу мне вот интересно. На мейне дроп здесь ультрал караулит. Всё, панцирь готов. Шпиль пошёл. Пятая база готова. Ну, тут только газ почему-то добывается у Вани. Сколько у него вообще газов? Слушайте, везде газ раскачан. И то сколько. Так, 4-8-9 газов сейчас добывается. Это много реально. Спасибо за поддержку. Ещё раз. Короче. Так, собака прибегает. Здесь планетарка бессмысленная вообще. Движуха. 3-3 заказано. Раньше тирановских 3-3. Это всегда опасно. Я уже говорил вам, когда заказ 3-3. Раньше терраса. Такс. 4 мародёра. Либератор. Браток уже к самому лейту готовится. Ну, 10 танков. Либератор. Сбил тут 3 мародёра. Мариков 50. Ну, знаете, марики как-то против ультралов. Ещё если грейды слабее будут, они слабее будут. Они так все стоять будут вообще. Казино стремил. Азино 3 топора, что ли? Или какое? Так там не только напиться там. Подняться можно и на Мальдивы улететь в тот же вечер просто. Тут надо понимать вообще, ну, что к чему. Так, ультра получил от танков по панциру маленечко на 100 с лишним хп дамага. Браток пришёл. Слушайте, и вот как сюда вот в эту ломиться теперь? Надо отдавать хату. Чё Ваня делает вообще? Позиции не видит. Контролин забеганий. Мало всего. Макро хорошая. Пассивность какая-то пошла здесь. А пассивность не нужна. Бэйнов нет, что? А, Бэйны ей будут сейчас пока тут доделся. Сразу надо рейнжовую атаку после этого заказа тоже. Группы везде парят. 3, 900, 4к минералов. Закажи ты пару плёток на каждой базе. Я не знаю. Браток всё... Вообще наглеет, браток. Идёт всё дальше и дальше. Ну, против вот этого. Тут такой сплэш будет залетать с таких проходов, брат, с одной стороны. Ну, можно же часть сюда поставить, часть сюда. Чё Ваня здесь терпит вообще? Я не понимаю. Только терпеть-то уже можно вообще. Привет, Freedom Podcast. Неужели Ваня? Если Ваня сейчас 5к на 1.5к улетит, то это просто перебор. Ваня, то есть, макро играет, но он, блин, очень много раньше тизил. И, походу, он просто не до конца не понимает, что именно надо сделать для победы вообще. Спасибо тебе, Рома, ещё раз. Фаерболы пошли, ревенджеры, ультралы заходят. Всех не получается либераторов забрать за раз, но надо забирать. За второй-то я не знаю. Вот этого забирает. Здесь один живёт до сих пор. 150 на 130, слушайте. Конечно, Ваня здесь ещё выгодно дрался. У него запас ресов гигантский, и он, ну, победил. Бля, чё мужик-то ничего не озвучивает, я не понял. Ром 746 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Очень тебя люблю смотреть, подчёркиванием, лоткц. Хорошо, что смотреть, там слово есть. Ха-ха-ха. А то сейчас в чате предъявили его, не поняли его. Спасибо тебе, Рома. Так, идёт атака, ребята. Ваня, ультра, роучи, бейлинги, караптеры. Кажется, всё-таки запас ресов зарешал. Ваня на его грейды великолепные. Похоже, мы не закончим сейчас просмотром данного финала. Братюня молодец, трёх подряд убил, но Ваню второй раз не смог осилить. Первый раз вот убил мех, уби, его не осилил. Так, ультралы всё топчут. Ну, тут уже победа, с вероятностью высочайшей просто будет. Селёдки в 39, скиньте сетку. Хе-хе-хе-хе. Надо на улицу стоять, чтобы сетку поймать. Ладно, баяны стоят и шутки, конечно, это всё, ребят. Продолжает Ваня нагибать. Заходят крампи уже, здесь всё уничтожено. Фаербуллы, там один либератор живой какой-то из страны. Минус медивайки, все лечения не остаётся. Фактически, либераторы падают все. Ультралами уже наверх лезет. Караптеры вообще всё выносят. Собак много идёт, всё, много вперёд идёт. Золо, кстати, кончилось. Добычку чуть-чуть восстанавливают. 47 дронов всё у Вани, кстати. Вот я смотрю, думаю, чё так лимита мало у Вани? У рабочих-то мало, блин. У него чисто боевой лимит. Хорошо, что сейчас грейды 3-3 и боевого много. Не было бы вот этих рабочих, вообще всё плохо бы было бы. Караптеры всё новое и новое налетают. Либераторы хоть и раскладываются, но им тяжело всё что-то делать. Пытается Ваня зассать бараки. В итоге марики караптеров на халяву убивают. Какого хрена вообще-то это происходит? Почему ультралы не идут вперёд? Почему собаки сюда не забегают? Только сейчас дошли, всё порубили, всё уничтожили. Придёт всё-таки братку ГГ написать, ждём ГГ. Здесь нечего ловить в итоге. ГГ. Так, ребят, всё, я сейчас быстро пивлики ем, а то уж как Чаликс. Сижу и занимаю. Здорово всем. Всё, сейчас ещё один матч будет. Ваня против кого-то, не знаю, с каскада. Ждём. Всё. 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 Продолжение следует... 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 А... Продолжение следует... Продолжение следует...